Сейчас перед вами выступит Дронов Николай Петрович, юрист, председатель исполнительного комитета МОД движения против рака, член общественного совета и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России, расскажет вам обращение биоаналогов и правовые аспекты. Спасибо, Марина Борисовна. Наша сегодняшняя тема, она вся вокруг биоаналогов, на самом деле те препараты, которые спасают жизнь. Я вот был на одном из предприятий компании Биокад 5 лет назад, когда только велась эта работа по выводу на рынок биоаналогов, и то, что видели 6-го числа наши коллеги, то, что было показано еще и 8-го числа Валентин Ивана Матвиенко, ну, конечно, этого года существенно отличается. Я понимаю, что и тогда на меня это произвело неизгладимое впечатление, да, посещение самого этого предприятия, потому что, ну, лекарство действительно, это ведь особый такой вид обращающихся как предмет, так сказать, гражданских прав объектов, которые не могут просто так появиться на рынке. Действительно, этому предстоит огромная работа. Вот огромная работа была проделана еще одной нашей коллегой, нашим юристом движения против рака, заместителем руководителя Ульяновского областного отделения ЧЭК, который, в общем-то, жив благодаря тому, что в свое время появился тростозумап, он перенес все виды комплексного комбинированного лечения этой опухоли, и, дай бог, здоровье как бы сейчас находится в стадии стойкой ремиссии, вот, и дожил до того момента, когда лечение, за которое тогда приходилось бороться, становится все более и более доступно нашим пациентам, именно благодаря тому, что наша отечественная фармацевтическая промышленность возрождается, точнее, создается заново по факту, да, и мы имеем возможность уже иметь препараты в 4-5 раза дешевле тех, которые были изначально, что, конечно, повышает доступность. Ну, я не буду останавливаться на современных тенденциях в развитии терапийного образования, об этом замечательно сказала Татьяна Юрьевна, мне просто нечего добавить, потому что я не врач, еще раз повторюсь, я даже не могу на этой теме рассуждать, но мы все-таки, так сказать, вернемся к некоторым государственным решениям, которые позволили повысить эту доступность. Я напомню, что в начале этого десятилетия была запущена стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года, так называемая государственная программа 2020, фарма 2020 и федеральная целевая программа, которая должна была, так сказать, и развивать, и создавать нашу заново фармацевтическую, медицинскую промышленность. Потому что, если мы вспомним, еще 10-15 лет назад многие противоопухолевые препараты, ну, наверное, процентов 90, они импортировались из-за рубежа, что, конечно, создавало определенные угрозы стабильности лечения наших пациентов, как мы теперь видим, да, с различными внешними неблагоприятными факторами. Ну, и, собственно, это было определенным элементом повышения нашей национальной безопасности, потому что, как бы, ну, все хорошо, надо со всеми дружить, но иметь свой жировой запас, как говорится, и надежную, так сказать, промышленность фармацевтическую, которая нас может обеспечить, это было крайне важно. Программа была очень амбициозной, в ней участвовали более, об этом сегодня говорила, кстати, Татьяна Юрьевна, когда говорила, что такое клинические исследования, как они проводились, более 20 высших учебных заведений и национальных научно-медицинских организаций, не только, так сказать, системы Министерства здравоохранения, но и других ведомств, Академии наук, в разработку лекарственных препаратов современных были вовлечены порядка 250 частных и государственных организаций, производителей и разработчиков. Ну, сегодня мы видим, что иностранные производители активно, так сказать, локализуют, мы видим, что работа, которая проводилась Министерством промышленности и торговли, она вообще во многих сегментах его деятельности, этого ведомства дала достаточно позитивные результаты. Ну, я сейчас не буду говорить, что у нас Жигули стали стоить миллионы рублей, но они стали самой доступной машиной, при этом их там, наверное, половина от общего рынка продаётся, несмотря на то, что мы видим много иномарок, всё равно как бы, это мы в Москве и Петербурге привыкли видеть зарубежные автомобили, а в регионах большинство ездят, и отзывы автомобилистов, они как бы говорят о том, что автомобили наши стали там несравненно лучше с тем, что выпускалось 20-30 лет назад, даже 10 лет назад. То же самое касается тех управленческих решений, которые уполномоченный вот этот федеральный орган исполнительной власти, Минпромторг, принимал в сфере развития фармацевтической и медицинской промышленности. Это позволило достичь тех результатов, которые мы сегодня, собственно говоря, имеем, потому что, ну, если будем говорить объективно, то на начало 90-х, конец 80-х наша фармацевтическая промышленность практически отсутствовала и, соответственно, не могла обеспечить нужды наших пациентов из стран. Ну, что касается примера с препаратом Тростозумаб, не только препарат Тростозумаб имеет свои биоаналоги сегодня, да, что позволяет уже, так сказать, не только пациентам с раком молочной железы более оперативно начинать лечение лекарственное, но и пациентам с другими нозологическими формами новообразований. Татьяна Юрьевна, собственно, говорила о том, чем отличается биоаналог, да, наверное, от оригинального препарата, но я не буду больше на этом останавливаться, на медицинской терминологии, я вам просто пример приведу из экономики. Вот до недавнего времени импортируемый препарат, он стоил где-то там от 80 до 100 тысяч рублей. Стоимость полного курса лечения превышала миллион рублей. Мы все с вами помним, что все наши пациенты, онкологические пациенты имеют право на получение медицинской помощи в рамках программы госгарантии. Соответственно, для нас с вами, в том числе, как для налогоплательщиков, как для государства, это стоило безумных денег. Сейчас мы знаем, что стоимость той же упаковки биоаналога препарата Тростозумаб, препарата высочайшего качества, как вы могли убедиться из тех данных, которые Татьяна Юрьевна приводила, те, которые у меня там немножечко впереди будут, она составляет уже менее 20 тысяч рублей и зависит от региона, к региону торгуется по-разному. Где-то свои логистические, где-то надо же подвозить это все к аптекам, допустим, или складировать как-то. Просто стоимость препарата, условно говоря, закупаемого, допустим, Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга, она одна, а Министерством здравоохранения Красноярского края, у которого протяженность 2000 километров, она будет чуть другая. Вот эти вот вещи позволили сэкономить колоссальное количество ресурсов и, соответственно, увеличить доступность. Вот у меня коллега Лариса Константиновна, которая делала большую часть этой презентации, посчитала, что те пациентки, которые были недообеспечены, скажем так, а мы четко знаем, а она знает это из своего жизненного опыта, как 10 лет назад очередь на препарат Тростозумаб в ряде регионов не сильно благополучных финансовых двигалась, простите меня, не иначе, как вперед ногами, и пациент получал следующий, который стоит в очереди только после того, как ушел предыдущий, так сказать, стоявший в первой, да, и она жила в таком регионе, у нас тогда были большие проблемы, мы вели тяжелую дискуссию с местными региональными органами управления здравоохранением по вопросу доступности лечения рака молочной железы. Вот, и сегодня практически мы не имеем таких проблем за некоторым исключением ряда регионов, где действительно, так сказать, видимо, с качеством управленческих решений в сфере государственных закупок лекарственных средств еще есть проблемы, и там мы видим колоссальное снижение стоимости, в то же время мы не фиксируем там увеличение обеспеченности пациенток, и такие регионы, к сожалению, есть. Если у нас в 4 с лишним раза снижается цена препарата, казалось бы, у нас должно быть в 4 раза больше пациенток обеспечено, ведь раньше же как-то закупали, на самом деле рост обеспеченности растет не такими большими темпами, как снижение стоимости препарата, благодаря тому, что у нас появились биоаналоги. Ну, вот последние новости компании Биокат, это мы потом, наверное, посмотрим. Часть, так сказать, терминов из 61-го федерального закона обращения лекарственных средств. Вот, честно говоря, никогда не считал себя специалистом в области именно обращения лекарственных средств. У нас другой, наверное, сегмент. К нам, Марина Борисовна, не даст соврать, больше всего приходят обращения всяких просьб, жалоб, помочь с какими-то вопросами, связанными с получением бесплатной медицинской помощи. И, наверное, в этой части мы там больше поднаторили. Но, тем не менее, я считаю, что нам, как бы, пациентам важно знать и некоторые определенные вещи. Вот что такое биологически аналогичный лекарственный препарат или биоаналог? Это препарат, содержащий биологическую фармацевтическую субстанцию, производимую биологическим источником, то есть это не химический препарат, да, как уже говорил, пациентам, или получаем из него сходный с лекарственным препаратом сравнение, то есть с оригинальным препаратом, по качеству, безопасности, эффективности. А выявленные отличия от оригинального препарата не имеют клинической значимости, то есть не влияют на эффективность лечения. Предыдущий оратор прекрасно, на мой взгляд, показал, что качество, безопасность и эффективность лекарственных средств, биологических аналогов, да, она абсолютно такая же, как и у оригинальных препаратов. Это достигается в том числе за счет очень жесткого, на мой взгляд, даже местами избыточного правового регулирования соответствующей сферы. Но это, как бы, понимаете, не галоши резиновые на рынок выводить. Препараты действительно имеют очень долгую историю, в том числе и биоаналоги. Невозможно просто скопировать и вывести его тут же на рынок. Поэтому и производители биологически аналогичных препаратов проходят длинный и тернистый путь по выводу препарата на рынок. Вот какие еще требования предъявляются. Во всем говорил сегодня Татьяна Юрьевна и о безопасности, эффективности, чистоте, и когда оказывается эквивалентность воспроизведенного лекарственного средства и референтного препарата, или, правильно выражаясь формально-юридическим языком, препарата сравнения, это фармакокинетика, фармакодинамика, иммуногенность, безопасность, эффективность. Значит, что такое референтный лекарственный препарат? Чтобы мы еще раз все понимали, это препарат, который был впервые зарегистрирован. Вот с такими же показаниями мы говорили, что был такой препарат и есть. Он зарегистрирован препарат просто Зумаб зарубежных производителей. Качество, эффективность и безопасность данного препарата доказаны на основе доклинических исследований и клинических исследований. Сначала исследуются сами средства, то есть доклинические исследования, потом клинические исследования проводятся уже в отношении лекарственных препаратов. У меня тут еще было несколько слайдов про все стадии клинических исследований, как они регулируются в 61-м законе. Я их опущу, позвольте нам сэкономить время. Четково-воспроизведенный препарат, он имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме. То есть, если таблетированный препарат, значит, соответственно, таблетки. Если это раствор для инфузии, то, соответственно, это раствор для инфузии. Значит, биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими клиническими исследованиями. Ну и биоаналоговый, то есть биоподобный лекарственный препарат, биоаналог это схожий с референтным биологическим лекарственным препаратом по вот этим трем критериям, о которых уже говорилось, именно схожий, потому что невозможно произвести то, что было произведено путем химического синтезирования, наверное, с помощью вот этих биологических технологий, современных технологий, которые, как говорили сегодня коллеги, и вот Елена Михайловна своими впечатлениями удивилась, именно когда из органов и тканей живых существ берутся исходные определенные материалы. Я просто не биолог и не химик, не могу это, может быть, точно сформулировать, но общий смысл понятен, что это именно производство из живых таких компонентов, поэтому он аналог, то есть он схожий, но он имеет определенные нужные нам пациентам характеристики точно такие же. Есть к вопросу о взаимозаменяемости. Вот появление и развитие биотехнологий вызвало необходимость усиления в этой сфере правового регулирования в исполнении многих пробелов. Так, еще в период, когда препарат биоаналог препарата тростозумаб не был зарегистрирован, правительство Российской Федерации урегулировало порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения. Это очень жесткий регламент, которому придерживаются в том числе наши всеотечественные производители. Именно поэтому им удается выдержать этот регламент в силу тех, собственно, космических технологий, о которых здесь Елена Михайловна делилась своими впечатлениями. Вот потребность, так сказать, это не блажь, да, вот эти вот сложные лабораторные системы, сложные инженерные решения для того, чтобы специалисты по производству лекарственных средств могли их генерировать, создавать и выводить на рынок. Это те требования государства, которые обеспечивают для нас с вами, как для потребителей, безопасность, эффективность и другие необходимые качества, то есть эквивалентность этих препаратов в терапевтической практике. Экспертиза лекарственных средств тоже является предметом правового регулирования, это определенная стадия процесса вывода препаратов на рынок. Ну, здесь надо сказать, что экспертиза проводится, как уже Татьяна Юрьевна говорила, в части клинических исследований, то есть вслепую, да, то есть как бы независимыми экспертами, и осуществляется она под руководством Министерства здравоохранения, Федеральным государственным бюджетным учреждением Минздрава России, который называется Научный центр экспертизы средств медицинского применения. Экспертиза состоит из нескольких этапов, это экспертиза документов, экспертиза качества лекарственного средства, то есть экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства и качества предоставленных образцов лекарственного средства, это экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску. То есть оцениваются, как мы видим, практически все факторы. Это очень сложные такие, многоплановые процессы, которые занимают достаточно времени. Именно поэтому лекарственные препараты, они не появляются на рынке, вот как горячие пирожки. Есть определенные процедуры, которые наши производители вынуждены и обязаны соблюдать не только в силу правил, надлежащих клинической практики, которые приняты во всем мире, но и нашего национального, гораздо, наверное, более жесткого законодательства, чем даже правила, принятые в других странах мира. Для проведения экспертизы лекарственного средства, в том числе биологического аналога того или иного лекарственного средства, представляются как образцы лекарственного препарата самого, образцы фармацевтической субстанции и необходимые документы для получения экспертного разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата. Процедура получения разрешения на клиническое исследование тоже достаточно сложна, в ней участвует очень много структур, в том числе это вопрос не только правового регулирования, это вопросы этики и при Мездраве существует специальный этический комитет, куда кстати входит представитель в том числе пациентских организаций, которые содействуют соответственно тоже профильному департаменту Мездрава в принятии решений о выдаче либо невыдаче клинических разрешений для проведения клинических исследований. Клиническое исследование лекарственного препарата проводится на основании решения, еще раз подчеркиваю, решения Минздрава и только по результатам полной экспертизы документов, которые необходимы и достаточны для получения такого разрешения, это очень сложный путь. Ну вот на клинических исследованиях я наверное не буду подробно останавливаться, еще раз напомню, что они из себя представляют с точки зрения того термина, который определил нам законодатель. Клиническое исследование представляет из себя изучение диагностических, лечебных, профилактических, фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе его применения у человека, животного, в том числе процессов всасывания, распределения, изменения и выведения, да, фармакодинамика или фармакокинетика, правильно Татьяна Юрьевна? Вот. Путем применения научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного препарата, в целях получения данных о нежелательных реакциях организма человека или животного на применение того или иного лекарственного препарата и в целях получения данных об эффекте его взаимодействия с другими лекарственными препаратами или пищевыми продуктами, что тоже немаловажно, потому что при ряде заболеваний, как мы с вами знаем, Ну, если брать из близких к нам хронических, да, наверное, диабет больше всего здесь имеет значение при лечении вот этих эндокринологических патологий, как бы там, где это же имеет значение, соответственно, и взаимодействие тех или иных лекарственных препаратов тоже это немаловажно. Цель проведения клинических исследований тоже, так сказать, установлена в законе, то есть это к вопросу о жесткой регламентации всех исследований, ну и, соответственно, правила клинической практики, которые приняты во всем мире, это тоже достаточно сложные и мощные своды документов, которые призваны обеспечить нашу с вами безопасность и нормальное лечение. Ну, вот по поводу биоаналога тростозумаба, исследования проводились в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным препаратам, и мы, и, соответственно, насколько я помню, там еще были, по-моему, какие-то требования к этим исследованиям, я не смогу ошибаться, может, Татьяна поправит, то есть это корреспондировалось, так сказать, определенным регуляторным требованием FDA, американской государственной, администрации, которая отвечает за безопасность и качество пищевых продуктов и лекарственных средств в Америке. В клинических исследованиях принимались, как я бы, принимали участие ведущие центры, и я думаю, что Татьяна Юрьевна тоже как бы в этом непосредственно участвовала, потому что она всегда знает, о чем говорит, и всегда рассказывает практически из первоисточника. Вот что сидел, слушал, я говорю, половину моей презентации Татьяна Юрьевна сегодня практически воспроизвела в лучшем виде. Международные клинические исследования третьей фазы показали, еще раз подчеркну, что отечественный биоаналог оригинальному препарату Биоэквивалентин сравнивали по тем же, так сказать, необходимым и достаточным показателям. Вот, в январе 2016 года биоаналог, производимый и разработанный компанией Биокад, получил государственную регистрацию, зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств и, соответственно, выпущен в обращение и стал доступен нашим пациентам. Ну, вот, лаборатории Биокада, там у нас много было фотографий, но просто все показать, наверное, не получится, тем более это была не наша фотография, там наши сделали очень много фотографий, конечно, впечатления действительно космические. Что касается назначения и выписания лекарственных средств, то есть, как эта доступность, которая была обеспечена принятием определенных решений в сфере, допустим, промышленности и торговли, как она реализуется при необходимости гражданину реализовать свое право, прошу прощения за тавтологию, реализовать свое право на получение медицинской помощи. У нас, по общему правилу, назначение и выписание лекарственных препаратов производится по международному непатентованному наименованию, ну, а при его отсутствии по группировочному наименованию, а в случае отсутствия и такового, так сказать, то по торговому наименованию. Это требование приказа профильного ведомства, приказа Минздрава России 1175, который регулирует все вопросы практически назначения и выписания лекарственных средств. Вот, кроме того, было разъяснение Минздрава на эту тему, что рецепты выписываются только на препараты по международному непатентованному наименованию. Это связано с соблюдением не только, так сказать, норм законодательства об охране здоровья, но и норм законодательства антимонопольного и об ограничении конкуренции. Вам обязательно будет предоставлен препарат именно с тем действующим веществом, который выражен в международном непатентованном наименовании, но, значит, у нас есть разные проблемы. Я сегодня уже касался этого вопроса, связанный, допустим, с эффективностью государственных закупок. Мы понимаем, что продвижение на рынок биоаналогов, оно позволяет обеспечить большее число нуждающихся, то есть тех, которым действительно, допустим, показан препарат просто зумап, да, а мы знаем, что по разным данным это от 20 до 25% женщин с диагнозом злокачественное образование молочной железы. Соответственно, там, где решение принимается правильно, и там стараются закупать препарат на максимально возможное число пациентов, потому что сейчас это можно сделать за меньшие деньги. Где-то закупаются препараты оригинальные. Бывает, что препараты отличаются там по, допустим, технологии введения, и если кому-то нужен какой-то препарат, допустим, или оригинальный, или наоборот, так сказать, от оригинального у него есть нежелательное явление, да, или индивидуальное непереносимость, то для него закупят тот препарат, который для него будет наиболее переносим и жизненно необходим. Тем не менее, сегодня, я еще раз повторюсь, что все-таки большинство регионов, как мы видим, и мы видим это по снижению числа обращений от пациентов данной категории, они все-таки закупают препараты уже отечественного производства, что позволяет, еще раз подчеркну, увеличивать число, обеспечивать оперативно большее число нуждающихся в них. Значит, препарат, как мы слышали из медицинской части нашего сегодняшнего, так сказать, мероприятия, доклад Татьяны Юрьевны, он используется при различных стадиях заболевания, соответственно, как бы, он может быть назначен в разных условиях. Назначение препарата в условиях пребывания в стационаре имеет одни основания, назначение препарата в амбулаторных условиях регулируется немножко по-другому. Ну, если мы обратимся к формальным основаниям, на основании чего нас лечат у нас, как принято в нашем законодательстве, но это не только в нашем, это общемировая практика, медицинская помощь оказывается на основании порядков, в соответствии с порядками, вернее, и на основании стандартов медицинской помощи. Сегодня еще стоит вопрос оперативный такой уже, но он что-то вот как-то подзабуксовал, честно говоря, я думаю, что сейчас он продвинется, легализация клинических рекомендаций или протоколов лечения, потому что необходимые все решения и проекты закона там давно уже лежат в нужных кабинетах, но пока не вот с продвижением есть проблемы. Есть определенные алгоритмы, да, но мы все там как бы имеем какую-то профессию, пользуемся даже там, мы знаем, как суп варить, да, условно говоря, есть определенная последовательность действий. Или в той или иной ситуации, то есть, допустим, там борщ варится по одной технологии, а там какой-нибудь овощной суп обычный, он варится по другой технологии, поэтому, соответственно, и лечение, я просто, ну, я утрирую, конечно, да, но тоже в зависимости вот распространенности опухолевого процесса, там, тяжести, состояния пациента, сопутствующих патологий, оно тоже может протекать и амбулаторно, и стационарно. В стационаре есть два давно утвержденных Минздравом стандарта лечения рака молочной железы, где упоминается частота, ну, какой стандарт лечения того или иного заболевания, это усредненная частота применения медицинской технологии. И вот примерно там сказано, что при лечении, допустим, ХЕР-2 положительного рака молочной железы применяется в таких-то случаях препарат Тростазумаб. Ну, помимо других методов лечения, то есть оперативного, то есть хирургического, да, или лучевого. Получение препарата в стационаре, в том числе биоаналога, происходит абсолютно бесплатно, потому что, допустим, препараты Тростазумаб, Биоцезумаб, они включены в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных средств, и потому в силу статьи 81-323 закона об основах охраны здоровья граждан должны быть предоставлены нам по полюсу ОМС в стационаре бесплатно за счет средств учреждения, то есть, по сути дела, средств обязательного медицинского страхования. Значит, ну, по мнению Ларисы Константиновны, препарат обязательно должен быть в стационаре территориального онкодиспансера, да, то есть мы понимаем, что у нас обычно в каждом регионе, ну, за редким исключением по одному онкодиспансеру. Тем не менее, я еще раз повторюсь, что даже в условиях стационара изредка, изредка в последнее время, слава богу, ну, бывают обращения граждан, которые не могут получить препараты в условиях стационара, при этом, как бы, если вы лечитесь и купили даже за свой счет, то, в принципе, фонд обязательного медицинского страхования через вашу страховую компанию в этом случае обязан будет вернуть вам эти деньги, потому как по программе ОМС и по программе государственной гарантии это все должно быть бесплатно. Ну, мнения Ларисы Константиновны, они основаны на формально-юридических моментах. Во-первых, он включен в стандарты, о которых мы говорили, это приказы Минздрава, да, то есть должны применяться в порядке, там, усредненной частоты на применение медицинской технологии. Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на 2018 год, это приложение к номер один, там, у нас есть, каждый год утверждается в списке лекарственных средств, там есть несколько приложений. Вот список ЖНЛВП, так называемый, это первое приложение. Кроме того, при оказании в рамках программы государственной гарантии в стационарных условиях, там четко сказано, эта фраза повторяется из закона, что при оказании в рамках программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи, а лечение новообразований и других хронических заболеваний относятся к специализированной медицинской помощи, но есть чуть высокотехнологичные виды, это отдельная тема, как мы не будем сегодня касаться. Вот, в стационарных, именно в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенные в перечень ЖНЛВП. И четвертое основание при оказании в рамках программы госгарантий в стационарных условиях, это уже из закона извлечения, это часть 2 статьи 80, видите, я неправильно перевел, 81 как раз устанавливает требования к третьему пункту, что должно содержаться в территориальной программе госгарантий, мы сейчас об этом в амбулаторном сегменте отдельно скажем. Вот, при этом, как бы в стационаре, неважно какой ты льготник, федеральный или региональный, обеспечивают тебя, обеспечивают обязаны по полису обязательное медицинское страхование. Ну, амбулаторно препарат можно получить в двух случаях, будучи федеральным или будучи региональным льготником, к счастью, с учетом повышения доступности лечения, все больше наших пациентов избегают установления инвалидности, потому что при определенных результатах, а они есть, у диспансеризации и ранней диагностики, которая запускалась, да, как бы там мы ни говорили, диспансеризация, конечно, не реализовала полностью весь ресурс, но, может быть, есть над чем работать. И вы слышали, что когда президент говорил о принятии национальной онкологической программы, которую мы просили принять там на протяжении всего периода своего существования, то есть, наконец-то это будет сделано и уже приняты все необходимые решения, осталось их конкретизировать, что будет сделано до августа месяца, как я понимаю, вот, и осигновано огромную сумму денег на это, ну, триллион рублей, чтобы вы понимали, у нас консолидированы средства ОМС, региональных бюджетов, федерального бюджета, выделяемые на здравоохранительство, составляют чуть более трех триллионов в год. То есть, это колоссальные средства. Вот, поэтому, если мы говорим про амбулаторное обеспечение, то здесь важно понимать, что региональные льготы и федеральные льготы, они, конечно, отличаются, несмотря на все, вот, еще раз говорю, предпринятые усилия, усилия иногда, все-таки пациентам, которые имеют статус инвалида, получить препараты немного легче, это специальный второй список к ежегодному списку лекарств, утверждаемому правительством, и здесь необходим статус инвалида или, так сказать, другого социально защищенного лица в соответствии с законом 178 о государственной социальной помощи. Конечно, в первую очередь мы говорим об инвалидах. В этом случае они за счет средств федерального бюджета обеспечиваются лекарствами по приложению номер 2 к распоряжению, ежегодному распоряжению правительства об утверждении перечня лекарств. Но я хотел бы обратить внимание на тех, кто имеет статус инвалида на следующие обстоятельства. Ни в коем случае не надо отказываться от натуральных льгот в пользу денежных выплат. Это практика, которая говорит сама за себя и по всем нашим обращениям за последние уже 10 лет. С того момента, как был принят 122 закон 2008 года о монетизации льгот, это очень выгодное, в принципе, с финансовой точки зрения для государства было решение, но когда люди начали разбирать деньги вот из этой консолидированной системы, их стало вдруг не хватать, потому что как бы все по 1000 рублей разобрали, а может быть из тех, кто разобрал, ему там и не понадобится ничего, да, будучи он инвалидом, он там на сахарном диабете нормально себе метформин пьет за 3 копейки, который, в принципе, можно и самому покупать даже на пенсию. Вот. А когда нашему пациенту становится необходим препарат, ему начинают говорить, ну, вы же отказались от льготы, вы знаете, как бы все, ну вот вас пускай теперь регион обеспечивает за свой счет. Вот. И они ложатся дополнительной нагрузкой на регион, а регион от региону рознь. Допустим, мы понимаем, что есть, допустим, Санкт-Петербург, а есть Псковская область, да, где все непросто, или Мурманская область, откуда, ввиду неорганизованности как раз работы по ранней диагностике, мы увидели в прошлом году примерно горячие линии, когда девушку пришлось везти в Москву, при этом я думаю, что все врачи, да и мы, вот, кто уже с этим там занимается, что помочь, конечно, ей реально было уже поздно, но, к несчастью, так оно и получилось, но она все-таки стараниями специалистов федеральных центров еще год прожила. Ну, к вопросу о том, что от региона к региону, конечно, проблема амбулаторного обеспечения, она разнится, и еще раз повторюсь, именно биоаналоги позволяют нам снять вот эту острую напряженность нехватки лекарственных средств для всех нуждающихся. Поэтому, если вы признаны в установленном порядке инвалидом, неважно, кстати, по какому основанию, даже если по общему заболеванию, никогда не отказываетесь вы от натуральной льготы в пользу вот этих там 900 с копейками рублей. Сколько сейчас? 917, по-моему, на этот год. Это просто никогда не спасет вас, когда понадобится лекарство. Вот, значит, что касается территориальной льготы, то есть региональных льготников, я уже говорил про 81-ю статью 323-го закона, каждая территориальная программа госгарантий должна содержать перечень льготных лекарственных средств. Он от региона к региону разный. Ну, просто зумап, насколько я помню, в подавляющем большинстве региональных программ есть, хотя, честно говоря, допустим, при анализе ряда территориальных программ различными, так сказать, экспертными учреждениями, например, из такой фонд здоровья, они пришли к выводу, что более трети региональных льготных программ не содержат даже самых необходимых лекарственных препаратов, которые необходимы не потому, что они в списке находятся, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а потому что они являются высоко потребными для лечения самых распространенных заболеваний. Поэтому в каждом регионе надо, конечно, смотреть этот список, это приложение должно быть доступно в любой медицинской организации, которая оказывает помощь в системе ОМС, оно должно быть доступно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, вот, и это общедоступный документ, территориальная программа госгарантии, конечно, всю ее читать не обязательно, там 250-300 страниц, бывает, допустим, как в московской программе, и соответствующий перечень лекарственных препаратов, на которые региональные льготники, имея установленный и, соответственно, надлежащим образом подтвержденный диагноз, то есть, ну, если наши пациенты, понятно, что это лица, стоящие на диспансерном учете в порядке, установлены 915-м ИНД-приказом, они имеют право на эти препараты бесплатно за счет средств регионального бюджета. По основаниям И-890-го постановления, я специально на него не делаю сейчас упор, этот документ был принят более 20 лет назад, и, к сожалению, после этого существенно менялось законодательство, в том числе о лекарственном обеспечении, но по факту, конечно, каждый вот этот перечень групп населения и категории заболеваний, он, в принципе, должен корреспондировать 890-му постановлению, но, опять-таки, еще раз подчеркну, не во всех регионах он полностью соответствует, а в ряде регионов есть просто, на мой взгляд, адские местные законы, я напомню, что у нас законодательство об охране здоровья граждан относится к предмету совместного ведения Российской Федерации субъектов. Вот есть ряд особо одаренных регионов, где четко прописано, что есть областные законы о льготах определенных лекарственных, так, это, допустим, сделано в Новосибирской области, есть еще ряд регионов, где четко написано, если вы отказались от федеральной льготы, то получить препарат уже как региональный льготник по диагнозу вы не сможете. Я считаю, что это как бы не совсем правильно, ну а с другой стороны, в какой-то мере логично, потому что как бы, по сути дела, идет двойная льгота, и человек может и так, и так получать, поэтому у нас, в принципе, котел, вот на, наверное, все-таки должен быть какой-то один в целях рационального, опять-таки, использования ресурсов. Ну вот, опять-таки, по мнению моих коллеги, Глорис Константиновны, пациенткам, с раком молочной железы начальных стадий не положена группа инвалидности, она исходит из тех классификаций, критерий, которые есть в 10.24Н приказе, сейчас еще тема тоже, она Минтрудом была доведена, там до своего логического конца, опять поменялись критерии классификации определенные, но, значит, инвалидность и установление инвалидности, еще раз обращаю ваше внимание, это, в принципе, всегда, так сказать, определенная степень усмотрения органов медико-социальной экспертизы, а лечиться надо не в связи с инвалидностью, все-таки инвалидность, это какой-то больше, наверное, социальный статус, есть три необходимых и достаточных условия, чтобы признать лицо инвалидов, я имею сейчас глобально не по критериям, а по, так сказать, состоянию каждого конкретного пациента, вот, но, опять-таки, если нет инвалидности, я напомню, что пациент с диагнозом злокачественного образования имеет право по территориальной программе требовать предоставления противоопухолевых препаратов, показанных ему по диагнозу и назначенных врачом за счет средств регионального бюджета. Порядок назначения у нас, напомню, лекарственные препараты, не только тросозумаб, назначаются врачом, лечащим, это общее положение 323-го закона, при определенных случаях, когда в случае тяжелые, клинические, либо речь идет об индивидуальной непереносимости, либо жизненных показаниях, лекарственный препарат может назначаться по решению врачебной комиссии. Все-таки я бы правильно и так назвал, консилиум, конечно, вправе принимать определенные решения, связанные с тактикой лечения, но обычно юридически значимым документом для закупки лекарственного препарата для конкретного лица является решение врачебной комиссии, оформленное надлежащим образом. Ну вот рекомендации. По сути дела я не могу, так сказать, критиковать своего коллегу, потому что из ее личного опыта она научилась пользоваться сайтом государственных закупок, пока решилась, научилась пользоваться сайтом местного Минздрава, ФОМС, и она очень четко отслеживала всю свою историю, когда ей нужно было получать препарат, потому что в их регионе очередь, напомню, к лекарственным препаратам двигалась исключительно вперед ногами. Поэтому, конечно, ваш лечащий врач вряд ли вам что-либо скажет про заявку, но в любом случае администрация, медицинская организация по месту жительства, а именно территориальный онкодиспансер, всегда знает, когда, где и сколько заявок на какие лекарственные средства они подавали в территориальный орган управления здравоохранения. По поводу отпуска, у рецептов есть определенный срок, условно говоря, их действия, но вместе с тем, если препарата нет в аптеке, у вас должны принять этот рецепт на отсроченное обслуживание. Для ряда рецептов установлен срок действия 1 год, и там были поправки к 1175 приказной, это касается ряда очень специфических лекарственных препаратов, и там сейчас ряда категорий лиц, к которым пациентам выписываются препараты и рецепты, вернее, на 3 месяца. Напомню, что в каждой аптеке должен быть журнал отсроченного обслуживания. Зачастую бывает так, что препарат закуплен, есть, но его, допустим, не подвезли, потому что до Норильска почти 2000 километров от Красноярска. Он в Красноярске может быть, а в Норильске в аптеке не оказалось. Хотя пример с Красноярским крайне самый удачный, там, как правило, все подводится вовремя, несмотря на протяженность территории. Есть письмо определенное, есть документы, опять-таки, в приказе 1175 Н, и есть приказ Министерства соцразвития еще и 785-й 2005 года. Вот так выглядит примерно журнал рецептов, находящихся на отсрочном обслуживании. Иногда вам будут под любым предлогом, так сказать, предлагать не ставить рецепт на отсрочное обслуживание. Почему? Потому что у нас есть такой орган власти, называется Росздравнадзор, Федеральная служба поднадзора в сфере здравоохранения, которая имеет свои, так сказать, показатели, ключевые свои деятельности. Вот они оценивают доступность лекарственного обеспечения по такому, на мой взгляд, архаичному индикатору, как количество рецептов, находящихся на отсрочном обслуживании. Когда у нас многие одаренные организаторы здравоохранения научились придумывать, как этот показатель снизить до нуля. Ну, благо, что он у них только не стал отрицательным еще. Там есть умельцы. Тем не менее, как бы в любой нормальной аптеке этот журнал должен быть, и это не вызывает обычных вопросов, когда это аргументированное, вежливое, аккуратное. Такая просьба от пациента исходит. Ну, нарушение вот этого права на... Нарушение правил отпуска лекарственных средств может влечь в том числе и различные неблагоприятные последствия для аптечных организаций в виде административной ответственности достаточно крупных штрафов, а в ряде случаев и приостановлении деятельности, да, и это достаточно жесткие меры, несмотря на то, что они вроде бы, так сказать, административно-правового характера, то есть это не какие-то санкции страшные уголовные, да, но тем не менее, они существенно сказываются на эффективности этой предпринимательской деятельности, поведения аптечного бизнеса, поэтому обычно нормальные сотрудники аптек всегда поставят рецепт на отсрочное обслуживание все-таки. Ну, если вам вдруг удалось столкнуться с каким-то отказом, немотивированным, я имею в виду, без достаточных на то клинических оснований в назначении или выписывании препарата в любое обеспечение, то всегда надо помнить, что, во-первых, у нас у всех есть полис обязательного медицинского страхования, вот, а все наши работодатели платят взносы не только в пенсионный фонд за нас, но и в соцстрах и на обязательное медицинское страхование. Вот, из этих взносов оплачена деятельность в том числе страховых медицинских организаций, которым еще три года назад президент придал вдохновение, вот, просто не общественные организации, тут вот не мы с Мариной Борисовной, там, не, там, Лариса, не еще там десятки наших волонтеров должны убиваться и помогать людям, которые оказались в такой жизненной ситуации. Вот, страховым медицинским организациям оплачено за защиту наших прав по 326-му федеральному закону о медицинском страховании в Российской Федерации. Поэтому туда можно позвонить, всегда на обороте полиса есть телефон или написать письменно, у них есть теперь горячие линии у всех, есть обязательные правила, так сказать, что, так сказать, на сайтах можно заполнить и написать им обращение. Работает, надо сказать, как бы я проверял уже два раза на себе, вот, и две недели назад на совещании, как бы мы этот вопрос обсуждали с председателем фонда Федерального обязательного медицинского страхования, с Натальей Николаевной Стаченко, и она по предложению, так сказать, пациентских организаций, в основном там мы и были, в этом президиуме заседания, с той стороны сидели руководители территориальных фондов, УМС, им было указано на то, чтобы они все-таки не забывали защищать права граждан, потому что, напомню, за это заплачено. Один процент денег УМС, они тратят на расходы на ведение дела, поэтому там есть теперь страховые представители первого, второго и третьего уровней, вот они должны наши с вами права реализовывать. Значит, в этом случае, так сказать, еще эффективным будет обращение в органы Росздравнадзора, ну, упомянутого, ну, и всякие разные адские вещи, типа прокуратуры и суда, они, конечно, случаются, но это исключение из правил, я уверяю вас, но они обычно имеют место там, где действия руководителей и органов управления здравоохранением либо их, так сказать, подчиненных сотрудников носит, скажем так, ну, с точки зрения здравого смысла необъяснимый характер. Вот мы знаем таких регионов, которые говорят, ну, нет, мы не будем вам вот выдавать, и все, и поэтому мы вот так решили, как бы вам вот там где-то в Москве насоветовали, или, да, в Санкт-Петербурге, вот эти рекомендации, а мы вас тут будем сейчас лечить своими методами, поэтому, знаете, как бы не, ничего не получится. Вот, и приходится иногда, конечно, обращаться в суд, но это редкий случай. Вот, у меня, кстати, было несколько таких случаев по препарату Тростазумаб, потому что люди покупали за свой счет, вынуждены были покупать вот по этим баснословным ценам, которые я приводил сегодня, да, и потом у нас есть один такой регион, не буду называть там, это такое достаточно сложное место с точки зрения, там совокупность объективных и субъективных факторов, вот, просто связано с близостью к Москве, да, и там от нехватки кадров до непонятных управленческих решений, и они говорят, вы знаете, вы покупайте за свой счет, а потом на нас в суд подадите, вот она жаловалась в Минздрав, и мы вам, типа, деньги выплатим. Ну, хороший такой момент, то есть кто-то дожил до суда, кто-то нет. Вот, и как бы при определенных обстоятельствах, но опять-таки, это не желание, я вот там слышала где-то в газете ЗОЖ, что мне положен там просто Зумаб, да, препарат должен быть выписан и назначен, это необходимое условие удовлетворения такого рода требований через суд, вот. Ну, опять-таки, подчеркну, это как бы исключительные все-таки случаи, а не правила поведения какое-то такое, которому надо следовать. Ну, вот примеры там различных жалоб в те органы, да, это уже можно по конкретной ситуации, мы такую там помощь оказываем в написании обращений, я бы назвал это правильней, вот, условия, так сказать, предъявления иска, ну, и использована литература не вся, здесь не поименован 61-й федеральный закон обращения лекарственных средств, но, честно говоря, да, мы вот сегодня первый раз эту вообще тему подняли за 12 лет, которые связаны, наверное, с обращением, да, там, за 10 лет работы движений, за 12 лет изучения этих всех вопросов, я, честно говоря, сегодня волновался, потому что у нас большие дискуссии с автором презентации были в течение последних трех дней, и вчера вот мы пришли, так сказать, некому консенсусу по ее финальной версии, да, на самом деле, как бы, для пациента не важны вот эти все, наверное, регуляторные моменты, но для нас важно знать, что препарат, который находится в обращении, который нам назначен и выписан врачом, он эффективен, безопасен и будет действительно помогать достижению тех целей, которые преследуют все лечение. И вот такими препаратами на наше счастье последние годы действительно стали биоаналоги, которые действительно, как бы мы там не относились, у нас бывают разные. Вот это, кстати говоря, иногда предубеждение, да, к тому, что вот, вот как же так, а вот у меня раньше был импортный, а теперь будет отечественный, это, наверное, плохо. Это предубеждения, которые, но могут быть не основаны, в первую очередь, на достоверном знании. Вот это вот достоверное знание мы постарались там сегодня показать как-то, потому что, да, ситуации бывают разные, у кого-то бывает индивидуальная непереносимость, в том числе и зарубежного препарата, любой препарат может кем-то не быть воспринят, да, все же ведь нет одинаковых организмов у людей, все люди разные по-любому. Вот, но тем не менее, мы сегодня видим, как решаются вопросы повышения доступности лекарственного лечения, и при разработке национальной онкологической программы президент в том числе указал на одно из стратегических направлений, ну, помимо ранней диагностики, да, поскольку ранняя диагностика все-таки позволяет, чему у нас потихонечку начала, так сказать, расти пятилетняя выживаемость, даже уже, наверное, не потихонечку, там, надо почитать, сейчас, наверное, суд Герцена опубликует очередные данные, или уже опубликовал на Oncology.ru, но тем не менее, вот эти ключевые показатели онкологической помощи населения, как пятилетняя выживаемость и годичной летальность именно за счет ранней диагностики начали расти, так и, я надеюсь, что эти показатели будут подтягиваться за счет развития отечественной фармацевтической промышленности и повышения доступности противоопухолевых препаратов для всех нуждающихся, а не так, как у нас раньше было, я говорю, в ряде регионов, когда, условно говоря, лечить там надо 100 человек, могут обеспечить 20, и дальше начинаются всякие разные управленческие фокусы, типа, вот этому лечить будем, а этого не будем, а этот у нас уважаемый и авторитетный человек, а этому, извините, там жить осталось 2 понедельника, что мы на него препараты будем тратить, нам и с такими фактами в свое время приходилось сталкиваться в упивающем, сейчас они уже, конечно, кажутся абсолютно чудовищными, нереальными, но все такое в жизни было, вот, поэтому здоровья всем и успехов, готов ответить на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok